Всем привет, с вами Голодный, и мы наконец-то продолжаем играть Silent Hill. Наконец-то мне дошли руки до этой игры, и... Ладно, давайте начинать. И в прошлой серии мы остановились вот на этой раздевалке, ужасной раздевалке, где мы подняли ключ библиотекаря у этого бедолаги. Скорее всего, это и есть библиотекарь. Будем надеяться, что сегодня я не буду очень часто умирать, и... Давайте выключим свет, потому что, насколько я помню, тут... Ни хрена не безопасно у нас было в прошлый раз. Так. Капец. Стоять, стоять. Это что, Сашупа? Пожалуй, я пойду по периметру. Ни одного безопасного места. Охренеть. Раз, два, три, четыре... Четыре первоклассника. Да жесть, я вообще здесь кого-то убивал. Надо было хоть карту посмотреть. Слушай. Патроны. Здесь слишком темно. Берем и валим. Так, здесь вроде у нас ничего не звенит, и можно немножко отдышаться и, наконец-то, посмотреть хотя бы карту. Итак, мы были в раздевалке, и, да, справа была дверь, которую я не проверил, но, поверьте мне, она заперта. Чтобы туда попасть, нужно обойти через верхнее, да, крыло, но перед этим нам нужно взять еще второй ключ, который мы в прошлых сериях смыли в канализацию, точнее, в сточную трубу. Так, один прошел. Незамечено. Так, нас, да. Подозрительно тихо. Да, лучше фонарь, в общем, включать. Нафиг он нужен? Теперь еще вспомнить, с какой стороны это труба. Да, вот она. Огромный ключ. Ключ от класса. Да, теперь у нас есть два ключа, и мы можем возвращаться на второй этаж. Бежим. Я слышал взмах ножа за спиной. Так, ну что ж. Черт, и здесь где-то что-то звенит. Так, мне уже надоело от вас бегать. Да куда ты целишься, Гарри? Куришный стрелок. Голова, надо стрелять. Парочка. Замок заклинило. Окей. Я помню, когда мы играли в молодости в Silent Hill с друзьями, нам было настолько страшно в него играть, что мы как бы старались проходить определенное количество комнат в Silent Hill. Первый этаж твой, допустим, а второй этаж мой, да, и было настолько радостно, когда какая-нибудь дверь была заклинена, и, то есть, не нужно было. Так мы и стратили ключ от библиотечного фонда. Такая радость была, что не нужно было исследовать определенную комнату из-за того, что там была заклинена дверь. Итак, химическая лаборатория и склад нам недоступны, но зато доступен фонд библиотеки, где мы можем немножечко поживиться. Здесь у нас... Это подозрительные стуки. Тук-тук-тук. Аптичка. Аптичка никогда не будет лишней. И опять эти... Тела... В рясах. Что это? Название книги «Чудовище рядом». Глава третья. Проявление заблуждений. Примером чего является полтергейст. Негативные эмоции наподобие страха. Волнение или стресса обладают энергией, способной физически действовать на окружающий мир. В частности, ночные кошмары в некоторых случаях способны вызывать этот феномен. Однако источниками подобных явлений, судя по всему, являются не все люди. По неясным причинам подростки, особенно девочки, чаще взрослых инициируют их возникновение. Вот эта книга, кстати, и описание, которое мы прочитали, очень важно. А можно сказать, оно... Это описание описывает все, что происходит в первом Сайлент-Хиле. То есть, как я уже говорил, страхи, волнения, особенно маленьких девочек, могут воплощаться в реальный кошмар. Так, а на кой хрен я сюда вышел? Я же сюда пошел. Так, здесь вроде больше ничего нет. Подозрительно тихо везде. Это, конечно, не может не радовать. Здесь еще одна книга и патроны. Услышав это, охотник взял лук и стрелу и сказал, «Я убью ящера». Но прежде чем вступить в бой со супостатом, он стал поодаль и закричал, дразня врага, «Мне не страшен старый ящер». И вот, услышав эти слова, ящер зашипел, «Я проглочу тебя одним махом», и ринулся на смелого охотника, широко раздвинув пасть. Этого-то и ждал охотник, спокойно натянув лук. Он выстрелил прямо в разверстую пасть страшилища. И стрела беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. И ужасный ящер пал на землю мертвым. Это из старой волшебной сказки, помню, я ее читал, когда был маленьким. Да, это небольшая подсказка, как нам сразить первого босса. Итак, что нам осталось? В принципе, нам осталось тут совсем чуть-чуть пройти буквально пару классов, спуститься вниз и отправиться в бойлерную. Прекрасное место под названием Бойлерная. Что может быть лучше, чем Бойлерная в кошмаре? Так, стоять. Кажется, я опять заблудился. Да, я не зашел ни в ту дверь. Что сегодня у меня с навигацией не то? Сбился с севера с югом. Так. Открыли с другой стороны. Так, кто-то звенит. Да, похоже, этот тут он с другой стороны решетки. Да, не дают пройти. Нам нужно пересечь еще несколько классов Ада, чтобы пробраться на ту сторону. Использовал ключ от класса. Вот почему сюда стоило идти именно с двумя ключами. Так, и опять шум-звон. Так, парень. Блин, кажется, у меня в боли. Прекрасная музыка. Ада, Акира не мог, очень сильно постарался, чтобы нагнетать страх на играющих. Оу, тараканы. Тараканы, до хрена тараканов. Бутылка, бутылка, бутылка. Да, я не буду бутылку взять. Так. Тараканы, идите на хрен. Не нужно вниз. Разрешите? Так, вот как раз... Сюда можно попасть... Да. В медпункт, блин, мы здесь уже... Заняты. Горит, твою мать, ты что творишь-то? Косоглазый, чунгачгук, блин. Сколько патронов. Еще что-то скрипит, охренеть. Ладно. Нам достаточно зайти, чтобы записаться, и можно отправляться к боссу. Потому что я больше чем уверен, что с первого раза я его хрен завалю. По крайней мере, на харде. Вдалеке там, похоже, кто-то ходит, но... Не будем обращать на него внимания. Так, поверните мне камеру, пожалуйста. Мы идем в подвал. Кого-то тут пытали. Отличный схрон. Ампула. Ампула-то, по сути, та же самая аптечка. Патроны для дробовика. Отлично. Вот дробовик нам сейчас и пригодится. Так, давайте посмотрим. Так, карта мне нахер нужна. Так, у нас зеленое состояние. Так, патронов 24. Патронов нормально. Давайте поставим. Дробовик, что самое интересное, что вроде как по внешнему виду, как будто бы это двухстволка, но у нее шесть зарядов. Над этим очень часто подшучивали фанаты Сайлан-Хилла. И здесь такая муторная головоломка, особенно если просто бездумно крутить эти вентиля. На самом деле ничего сложного в ней нет. Тем более, особенно если знаешь, что делать. В общем, нужно порвенуть турникет так, чтобы не... Чтобы получился проход. То есть, какой рычаг мы крутим, тот крутится на два отделения. Какой рычаг мы не крутим, тот крутится как бы на одно отделение. Так, вот, давайте поставим так. И крутанем правый. Ой. И еще один раз влево. Вот, в принципе, и вся головоломка. Некоторые испытывают на ней почему-то трудности некие. Что? Лифт? Куда? Куда же еще глупче-то? Кстати, вот этот шар. Он потом еще будет встречаться в серии Sound Hill. Утящийся шар. Ну что ж. Будем охотником. Открывай свою пасть. Что ж такое-то? Да, конечно. Очень тяжелое управление в первом Sound Hill. Но он своими тычками почти ничего не снимает. Дело в том, что, да. Пока он не начинает открывать пасть, он, в принципе, не так опасен. Как на второй фазе, когда он начинает открывать пасть, и когда его и нужно долбить. Потому что так мы не наносим ему практически никакого урона. А теперь... Так, давайте... Все-таки съедим что-нибудь интересное. Теперь очень опасная фаза, когда нас могут сожрать с одного удара. Так. Стоять, 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 стоять. Ну ты будешь там пасть твою открывать? Да. Открыл. Чувствую, для меня этот босс может еще казаться сложнее, чем какой-нибудь босс Dark Souls. Так, сколько там? Выстрелов пять, наверное. Чуть-чуть он начал психовать. Нравится, что здесь он оружие перезаряжает очень быстро. Тут можно отпрыгивать. Знаете? В чем-то мне не получается отпрыгивать. Назад и бег. А, вот, назад и бег. Надо пользоваться вот этим маневром. Да, у меня почему-то чем-то не получилось. Ух. Пока он не откроется, нет смысла нам патроны тратить. Только один раз помню, успеваю пасть туда. Нет, блин. Слишком близко, прошу. Ай. Да пошел ты, носорог. Так, главное, выдерживать дистанцию. Так, у нас контакт. Ну, 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 что-то там. Плохенько тебе. Я знаю. Тихо, 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 тихо. Хрен себе он меня нагнал. Каким-то чудом. Мне кажется, он стал быстрее двигаться. Да, это немножко его затормозит. Есть. Ух. Сирена. Что это было? Кто, черт возьми, это был? Где? Это бойлерная? Что же тут творится? Очередной гигантских размеров ключ. Ключка Гордона. Да, одного из учителей школы, Мидвич. Да, мы опять попадаем в нормальную школу. Я слышу. Думаю, это церковный колокол. Но кто в него звонит? Балканская церковь. И так, и у нас есть новый пункт назначения. Нам нужно выдвигаться в Балканскую церковь. Здесь единственная дверь, которая открыта, это дверь на выход. Все остальные двери заперты. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще с нами происходит. У нас желтый статус. Можно выпить бутылку и, наверное, пока уберем наш дробовик, поставим пистолет. Теперь открыт. Итак, мы попадаем обратно на улицы Саунхилла. Здесь нужно быть предельно осторожными, потому что в прошлый раз мы оставили здесь огромное количество собак. Но, правда, тогда это была ночь. Ночью это всегда опаснее. Кстати, я уже обследовал этот автобус, но сюда можно быстренько забежать, чтобы засевиться. Автобус. Ну что ж, пойдем искать церковь. В принципе, найти ее не так сложно. Единственное, что нам опять будет преграждать дорогу различные провалы. Достаточно просто пройти вперед и подняться чуть севернее, в принципе, и все. Но, как обычно, не все так просто. Кругом провалы. Туман. И снег. Странно, но очень тихо. Так, давайте проверим нашу карту. Так, переулок. Ну ладно, переулок мы еще успеем. Давайте просто посмотрим, что здесь. А, ну да. В принципе, здесь уже ничего и нет больше. Так, пока нас щадят. Нет никаких противников. Ну вот, накаркал. Собака. Пятна крови. Пятна крови на гараже. Твой порядковый номер на рукаве. Так. Не зря камера сюда показывает. Именно сюда нам, в принципе, и надо. Можно пробежать немножко вперед, просто посмотреть, что здесь есть. Здесь ничего больше нет. Это тупик. К-Гордон. Да, похоже, это гараж Гордона. Дверь гаража вымазана кровью. Да, похоже, Гордон плохо закончил. Все дворы друг на друга похожи, как один. Да и дома тоже. Вы использовали ключ Гордона. Патроны? Патроны, это всегда хорошо. А два патрона, это еще лучше. Разбитые тарелки. Сова, еще один сейф. Давайте, не грех воспользоваться. Дом Гордона. Кто-то тут убил тарелки. Так. Конечно же, ничего не работает. Телевизор, он не работает. Должно быть, нет электричества. Да, во всем городе нет электричества. Ну что ж, мы прошли через очередной дом. Насквозь. Теперь нам нужно посмотреть, что здесь. Но здесь-то у нас провал, понятно. Можно немножко пошариться по улочкам. И, возможно, здесь. Я точно не помню, но в некоторых местах здесь есть предметы. Особенно они любят класть на всякие края. Вот такие. А, ну вон один. Одна бутылочка. На всякие края, на всякие крылечки. Единственное, что тут, конечно, не всегда безопасно их собирать. Иногда она даже того и не стоит. Итак, что у нас дальше? В принципе, мы уже почти добрались. Так, я так подозреваю, что там будет провал, и нам нужно будет опять идти через узкий переулок. В общем, все как обычно. и кто-то к нам звонит. Ходячий птерогатки. Может, ну его нахер? Кажется, его подбил, и он обиделся на меня. Думаю, он больше к нам не вернется. А вот другой засранец. О, еще немножко спиртного. Забирай. Ладно. Можно, конечно, тут походить, поразглядывать различные достопримечательности, магазинчики. Ну, магазин с номером телефона. Так, здесь у нас провал. Что у нас на этой стороне? На этой стороне у нас забор. Больше, в принципе, ничего. Ну, что ж, как я ожидал, надо идти в этот переулок. Так. Вот скрип это уже ничего хорошего. Кто-то здесь... Ах ты! Зараза! Что там, мусор собирал? Может, что-нибудь интересное? Здесь тоже ничего интересного. хм, я вижу патроны. очередной звоночек. Хм, чередной звоночек. хрен. Испугался. Есть много теорий по поводу Сэлланд Хилла, и... есть такие догадки, что все монстры в Сэлланд Хилле это есть никто иный, как люди в реальном мире. Блин, да что ж такое-то? Мне еще сдохнуть осталось, так нет. Давайте-ка сожмем аптечку. Добей ее. Несчастная. Это бензопила, но у меня нет бензина, так что она для меня бесполезна. Да, при первом прохождении нельзя добыть бензопилу, но потом можно. машины. Так, мы где-то уже рядом. Так, стоп, не то нажал. Да, осталось совсем немножко. Мы почти у цели. Так, это у нас улица. Так, это у нас улица. Вниз можно сходить, чтобы удостовериться, что здесь очередной пролом, да? Да, очередной пролом. И вот наша церковь. Это вы били в колокол. Я ждала тебя, а в твоем грядущем пришествии мне поведала моя гиромантия. О чем вы говорите? Я знала, что ты придешь. Тебе нужна девочка, верно? Девочка? Вы говорите о Шерил? Я вижу все. Вы что-то знаете? Скажите мне. Стой. Блуждая во тьме, ничего не достигнешь. Ты должен следовать предначертанным путем. Путем затворника, сокрытого флавросом. Что? О чем вы говорите? Здесь есть флаврос, безмолвная темница. Он может сломить стены тьмы и дать отпор гневу и намерия. Эти вещи помогут тебе. Поторопись в госпиталь, пока не стало поздно. Подождите, не уходите так быстро. Вот такая вот чокнутая бабуля нам встретилась и... Да, эта бабуля еще даст нам... Ладно, не буду вам ничего спалерить. Так, бутыль. Те, кто играл, да. Они все знают и так, а те, кто не играл, будут, возможно, интересны. Сюжет достаточно запутанный и непонятный, как и во всех Саланхиллах, в принципе. Итак, что у нас здесь? Библия. Да, это христианская церковь. Канделябр, ничего необычного. И... Тут у нас лежит флаврос. ключ от разводного моста. в таком маленьком городке, как ни странно, есть разводной мост. Да, здесь все двери заперты, никуда здесь нельзя уйти. Можно, кстати, почитать, что за флаврос. ключ от разводного моста, ключ от панели управления разводным мостом. Флаврос, небольшая пирамидка, которую мне оставили в церкви. Понятия не имею, что мне с ней делать. Да. Действительно. Понятия тоже не имею, что мне с ней делать. тут есть сохранение и газета. Газета, ничего интересного. Также еще есть ящичек для пожертвований. Это ящик для сбора пожертвований. Он пуст. Да, похоже, кто-то его обчистил. церковь. Так, ну что ж, выдвигаемся дальше. Куда мы держим путь? Путь мы держим к рубке управления мостом. Окей. Так. Смотрим, что у нас здесь еще имеется. Машинки. Так, что у нас со здоровичком? Все отлично. Так. Ой. Кто-то в дверь мою звонит. А, кстати, да, здесь бензоправка есть. Кто-то из самых выстрелов. Бензоправка, точно. Не обязательно место для посещения, но здесь есть сейф. И, по-моему, именно здесь при повторном прохождении мы находим бензин для бензопилы, если я не ошибаюсь. Ну, я, конечно, могу ошибаться. Что-то там поулежало, да? Да, патроны. Заныкали. Так, патроны. Это телевизор. Разобранный двигатель. Да, действительно, ничего необычного. Так, ну, все вроде, здесь больше ничего нет, кроме сейва и патронов. Так, заправочка. Хренай себе, что за цены? 117, 130, 139. Что это? Даже в рублях это очень дорого. Кажется, кто-то там был. О, ВОВО. ВОВО. Типа Вольво. Уставшая дворняга. Зараза. Ладно. Похоже, я ее подстрелил, она где-то там упала. Ладно, не будем ее добивать. Пусть дальше мучается. Так, ну, мы тем временем приближаемся к будке, но здесь, я помню, еще одно из местечка, интересно, да. Здесь аптечка и патроны для дробовика. Все, теперь можно со спокойной совестью бежать в будку управления разводным мостом. Так, я ее еще не пробежал. Блин, зараза. Табличка. Не странно, ничего. Блин, их два, что ли? Заходим. Фух. А, кстати, здесь, по-моему, тоже что-то можно было взять. Карта. Новая часть карты. Это карта торгового округа. Да, Саунхилл на самом деле не так уж и маленький. Так, что здесь еще интересное есть? Да. Панель управления есть замочная скважина. Да, так, так, конечно же, горит, ты сам не догадаешься туда вставить ключ. Да, это сейчас в современных играх все стало автоматически. Раньше нужно было все делать вручную. Опустите. Машины запущены. Хотите же нажать там, ну, куда? Ну, что ж, ребята, мальчики, девочки, мы добрались до новой части города Саунхилл, которая называется Торговый район. И исследовать мы ее будем уже в следующей серии. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. поддержите это видео лайком, если хотите скорейшего продолжения. С вами был Голодный и всем пока-пока.